МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это агентство специальных расследований, и я, Вячеслав Разбегаев. Мы продолжаем. Писатели-призраки. Так называют авторов, которых на самом деле не существует. Писатели-призраки появились в США в 20-е годы прошлого века, а еще сто лет спустя о них заговорили и в России. Вот мне интересно, неужели в самой читающей стране мира большую часть книг пишут литературные привидения? В таком случае кто скрывается за вымышленными именами и зачем? Он носит черные очки, не дает интервью и никогда не показывается на публике. Это Виктор Пелевин. Многие его называют самым знаменитым российским писателем-призраком. Популярная российская писательница Дарья Донцова о Викторе Пелевине слышала немало. Кто-то называл его наркоманом, кто-то буддистским монахом, а кто-то и вовсе утверждал, что это женщина. В общем, одни слухи противоречивей других. С Пелевиным я никогда не встречалась. Но то, что он явление в нашей литературе, явление очень интересное. И то, что он, конечно, невероятно талантливый человек, тут даже вообще и сказать-то больше нечего. У него, конечно, совершенно необыкновенные книги. Для писателя и телеведущего Сергея Минаева личность Пелевина – большая тайна. Роман его читал, а вот встретиться тет-а-тет не посчастливилось. Но если Пелевин все-таки существует, его скрытность вполне объяснима. Каким-то личным мотивом, нежеланием общаться, нежеланием отвечать на одни и те же вопросы. Потому что я даю, может быть, 3-4 интервью в год сейчас. Может быть, меньше. Потому что вот те три года первых – это была просто катастрофа. Я кому только не давал интервью. Поэтому я Пелевин очень хорошо понимаю. Российский читатель узнал о Пелевине в 1989 году. Тогда в журнале «Наука и религия» был напечатан его первый рассказ. Писатель быстро стал популярным. Однако совсем скоро появился слух о том, что все это – мистификация творческого коллектива журнала. «Наука и религия вообще в те годы, да и сейчас, является местом сбора людей странных, интересных, неординарных, скажем так». Виктор Пелевин – писатель-призрак. Это предположение Эдуард Геваркян слышит регулярно. Большинство интересующихся связывали фамилию Пелевина с московской литературно-мистической группой «48». В группу «48» входили писатели Покровский, Ягазаров, Липунов, Емелин, Вавилов, Иванников и Новицкий. Если первые буквы этих фамилий поставить в один ряд, то получится слово или фамилия Пелевин. Многие уверены, именно загадочность писателя подогрела интерес к его творчеству. В условиях рыночной экономики все эти, так сказать, игры, призрачность, недоступность и прочее – это нормальный маркетологический ход. Чем-то похожим стали книги писателя Натана Дубовицкого. Он появился в российской литературе спустя 20 лет после дебюта Пелевина. Согласитесь, круглая дата. Так же, как и Пелевин, Дубовицкий был напечатан в известном российском журнале. На этот раз стартовой площадкой стал «Русский пионер». Я, как редактор решения, печатать или не печатать роман, принимал мгновенно. Я действительно могу поклясться чем угодно, что я получил этот роман за подписью господина Дубовицкого по электронной почте. Первый роман писателя Дубовицкого назывался «Около ноля». Произведение вызвало фурор в читательском мире. А знаменитый режиссер Никита Михалков даже поставил его в один ряд с мастером и Маргаритой Булгакова. Но еще большую интригу добавила персона автора. По слухам, за псевдонимом скрывался известный государственный деятель Владислав Сурков. Я разговаривал и с самим Сурковым раньше, чем роман был опубликован. Я вообще об этом сейчас первый раз рассказываю. Он только смеялся, и он до сих пор смеется. Он ни да, ни нет не говорит. Некоторые детали в истории Дубовицкого действительно указывают на Владислава Суркова. Во-первых, его жену зовут Наталья Дубовицкая. А в литературной среде есть традиция использовать в качестве псевдонимов фамилии близких родственников. Во-вторых, в романе есть намеки на совершенно конкретные события. Там была впервые, например, заявлена идея переименовать милицию в полицию. Герой об этом заявил. Предложение такое от Владислава Юрьевича Суркова поступило примерно в то же время, когда писался вот этот роман. Может быть, под псевдонимом Виктор Пелевин как раз и скрывается политик? У политиков, даже очень крупных политиков, обязательно есть творческая амбиция. Сталин, между прочим, писал стихи. Мало им пасти народа. Хочется все-таки как-то еще этим народам что-то еще такое сказать, чтобы полюбили. Под видом художественного вымысла вполне можно высказывать самые смелые догадки и продвигать революционные проекты. Яркий пример – культовая книга автора «Дженерейшн Пи». Роман рассказывает о политических и экономических реформах страны в 90-е годы. Получается, Пелевином мог назваться общественный деятель, который был в гуще событий последних лет 20-го века. Но кто из них? Многие спросят, зачем политику или бизнесмену скрывать свое имя? Я скажу так – хотя бы из-за возможной негативной реакции общества. Вот пример. В 1999 году вышла в свет книга «Большая пайка». Роман рассказывал о том, как строился бизнес в лихие 90-е, как коммерсанты покупали политиков и как чиновники крышевали коммерсантов. Автором бестселлера стал Юлий Дубов, бывший генеральный директор «Лаговаза» и друг Бориса Березовского. У Бориса Березовского и всех, кто с ним связан, дурная слава в России. Понимая это, Юлий Дубов поначалу не хотел, чтобы его фамилия была на обложке дебютной книги. Ведь читатель мог предвзято отнестись к произведению и его автору. У меня было очень сильное искушение написать «Большую пайку» под псевдонимом. У меня был псевдоним, который, как мне казалось, чрезвычайно удачен. Но когда я эту книгу принес в издательство, ее прочли и сказали, что будут печатать, меня попросили, чтобы я не валял дурака с псевдонимами, потому что все равно все угадают, кто писал. Но если случай с Юлием Дубовым понятен, то Виктор Пелевин до сих пор остается загадкой для всего читающего мира. В 2009 году группа критиков заявила, это бренд, который создан издательством, а в качестве авторов выступают так называемые «литературные негры». Литературными неграми, литературными рабами или книгерами называют авторов, которые за вознаграждение пишут книги за знаменитых людей. Кто такой негр? На самом деле ничего тут обидного нету. Это нормальная работа, литературный подъемщик, человек, которому не важно имя и личные какие-то авторские усилия, а важна, да, просто вовремя сделанная литературная работа на каком-то уровне. Некоторые литературоведы считают, что литрабы появились во Франции еще в 19 веке, и первым, кто пользовался их услугами, был знаменитый Александр Дюма. На эту тему есть даже анекдот. Как-то утром Дюма-сын подошел к Дюма-отцу и спросил, папа, а ты читал свою новую книгу? Нет, ответил тот, а ты? Чуть позже анекдот переделали под Брежнева. Известно, что книги под фамилией Генсека на самом деле писал другой человек, журналист Анатолий Аграновский. Это Дмитрий Ухлин. На заре своей писательской карьеры он был автором многих книг. Но ни на одной из них его фамилии не было. Как и многие книгеры в стране, он прошел стандартный путь. Вначале отучился во ВГИКе на сценариста, а потом знакомые предложили денежную работу. Были времена, когда не было сериалов и негде было кормиться, и часть сценаристов подрабатывали как негры. Ничего в этом зазорного нет. И вот попал в такую компанию, где и бригадир был, писатель, да, а негры были сценаристы. Проверить, кто пишет книгу, ли трабы или сам автор, очень просто, считает Дмитрий Ухлин. Для этого нужно посчитать, как часто выходят произведения писателя. Например, за полгода создать роман можно, а вот за месяц – просто нереально. Я не уверен, что чисто физиологические способности человека могут покрывать вот эти вещи. Это не знаю, как играть без сна в пинг-понг там на протяжении двух недель. Яркий пример – писательница Марина Серова. Под этой фамилией за 10 лет вышло более 400 детективов. Примерно по три в месяц. Тайна плодовитости автора была раскрыта спустя несколько лет. Оказалось, Серову создали в саратовском издательстве «Научная книга». Под этим псевдонимом творила целая бригада наемников. Негры получают чуть-чуть на жизнь, чтобы хватило, чтобы груду не подрали. Большая часть получают, конечно, автора, поскольку он носитель бренда. Не надо верить мужчинам с бегающими глазками, которые дают интервью по телевидению вот так вот с закрытым лицом, о том, что они пишут за кого-то книги. Это вранье. В отличие от Серовой, Дарья Донцова – реально существующий писатель. Своим примером она не раз доказывала – писать по одной книге в месяц реально. Секрет в дисциплине. День Дарьи Донцовой. Ну вот без 15,6 встала, водичкой обливась, кашку геркулесовую слопала, обняла мопса, все выработать. Дальше как надо написать 25 страниц. А как у меня получится? Получится до трех написать? Прекрасно. Не получится до трех написать? Немножко хуже. Все книги Дарья Донцова пишет от руки. А в доказательство своего авторства писательница готова предъявить рукописи. С 1998 года. За 15 лет. За 15 лет. Ну да, если так получается там у нас с вами. Все это вот так вот и лежит. Но писать так много вряд ли кто еще сможет. Это Донцова признает без ложной скромности. С таким темпом даже бригада литрабов справится не без труда. Какая бригада выдержит писать столько, сколько Донцова? Любая бригада скончается. Нет, конечно. Передо мной все книги, которые Виктор Пелевин написал с 92 по 2013 годы. Их 11. То есть по одной книге за два года. Согласитесь, скорость не характерная для целой группы литературных негров. Книги Сергея Минаева выходят с такой же периодичностью, как и у Пелевина. Даже немного реже. Но это не мешает критикам язвить. Мол, книги писателя Минаева сильно отличаются по стилю. Может быть, и здесь без негров не обошлось. Здесь есть одна аргументация. Я очень редко пишу. Раньше я писал по книге в год, теперь я пишу по книге в два-три года. Если бы у меня был коллектив авторов, конечно, я бы штамповал их после Духриса там раз в полную. А вот и ответ на загадку Пелевина. В интернете было выложено единственное интервью, которое Пелевин давал в институте Айовы. Это видео раз и навсегда доказало. Человек, называющий себя Виктором Пелевиным, существует. Это его настоящее имя. Я с него в одной школе училась. Хотя, конечно, нет доказательств того, что именно этот человек собственноручно написал все 11 опубликованных книг. Советская литература была ужасной, но она существовала. Постсоветской литературы просто не существует. После появления этого интервью слухи о призрачности Пелевина до конца не исчезли. Но большинство почитателей автора считают, что стиль Пелевина не подделает никакая группа литрабов. А то, что работает Пелевин, видно, что это работает Пелевин. То есть здесь я считаю, что нет никаких литературных негров, которые на него работают. То, что это проект, возможно, это проект, но это проект, который он сам придумал, реализовал. И он добился успеха. В честь моей хвала за это. Выдуманные авторы существовали и в прошлые столетия. Например, сатирик Козьма Прутков. Под этой маской скрывались Алексей Толстой и трое братьев Жемчужниковых. А что может заставить выйти из тени нашего современника Пелевина? Сильный конкурент или все-таки деньги? Я лично придерживаюсь бизнес-версии. Это очень выгодно слыть призраком. Пока это приносит доход. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова